Друзья, мы рады вас всех приветствовать! Ой, Ваня, не шумит минутку. Зачем ты салон разбираешь? Зачем? Зачем тебе делать. В общем, вопрос такой, какие колеса можно ставить на Prius 30, на Prius Alpha. Ну, разберем два этих автомобиля. С момента, как я купил машину на родных тех, что рекомендуют производитель колеса, я не ездил. Здесь у нас, не только когда купил, 215, 45, 17. Это я зима откатался. Прошлым летом я ездил. 17-е литё на 60-м профиле вы могли видеть. И теперь я хочу поставить вот эти колесики. Это у нас размер, сейчас скажу, наверное, 2-е. 245, 35, 20-й профиль. Кто-то мне сказал, что они не встанут. Ну, не кто-то, а куча народу. Я уверен, что встанут. Ну, мы посмотрим, встанут или не встанут. Здесь вопрос у нас в чём? Вопрос в том, что 5 на 100, 5 на 114. Но этот вопрос мы тоже сейчас решим. Посмотрим. Вот Ваня решил мне начать с того, что разбирает ручник. Зачем разбирает ручник, я так и не понял. Но он говорит, это очень важный момент. Для того, чтобы вот эти колеса встали на мою машину, надо ручник разобрать. Зачем? Зачем? Надо? Конечно, надо. Просто надо. Короче, я не знаю. Зачем? Ну ладно, разбирай. Не сможет? Нет. Точно? 100%. 60 литров бензина? 80. 80. Это мы с тобой спорили. У меня занята твоя разбиралась. А это для видео обзора всё 80. Либо два раза поменять масло, да? Но я тебе, если что, заторчал две замены масла. Да. Ну всё, ставьте ставки. Так, ну и понеслось у нас. Короче, мы хотели просто поменять ступичные узлы, поставить от Альфа. Потому что на Альфе 5 на 114. А потом я что-то подумал, подумал. Думаю, нафига заморачивался. Бахнет сразу балку в сборе. ЗВ-41. Всё, сейчас втыкаем балку. Мою скидываем. Хотя можно было обойтись ступичными узлами с суппортами. И пойдём на переднюю ось. Здесь тоже у нас хотели поменять сначала просто ступичные узлы. Но потом, когда снимем, я вам всё покажу. Просто узлами не получилось. Потому что они отличаются креплениями стойки. Придётся со стойками менять. А, кстати, видос-то ещё к чему. Я в прошлом году, когда ставил... Мне где-то у меня, кстати, колёса эти лежат. 17-ое литьё на 60-ом профиле. Мне там все чуть ли не в голос. Ну, не все 50 процентов. Те, кто знали, что привода, сайлентблоки, что там, коробка, ещё что-то. Чего мне только не понаприговорили. В общем, на этом автомобиле, я езжу три года, никогда стандартные колёса не стояли. Всегда колёса стояли больше. Ну, не просто больше, а значительно больше. Автомобиль 2011 года. Что поменял я, видите его, да? Контрактные амортизаторы стоят. Но они побежали зимой. И это, по-моему, даже вообще вот этой зимой произошло. Всё остальное время стояли родные. Сзади здесь всё. Что у нас? Сайлентблоки. Сайлентблоки родные ещё стоят. Потрескались немножечко. Ну, ничего. За эти годы это нормально. Потом снимет балку, посмотрим. Ну, вот они немножко слегка потресканные. Но ещё живые будут ходить и ходить. То есть, задние подвески с огромными колёсами ничего за это время не произошло. Всё лето ездил, всё окей. Так, воткнём сейчас эту балку, перейдём на переднюю ось. И я уже не помню, Ване спрошу. Он точно помнит, что мы меняли. Но я, по-моему, если я не ошибаюсь, кроме линков, ничего больше не меняли. Так, балку. Он не дождался, скинул. Что, давайте ставим. Ну, ставим что-то. Прям подойдёт, Ваня, один в один? А, Ваня. Должна. Должна? Ну, да. А сайлентблоки целые? Да. А, здесь у меня пробег-то вообще маленький, да? Угу. Так. Так. И мои сайлентблоки. Чуть потресканная. Пробег. Пробег конский, капец. А что, пружины ты хотел другие поставить или нет? Помощнее? Красные, что ли, будут? А-а-а. Амортизаторы лучше. А, тридцатки амортизаторы длиннее шток, да? У тридцаточных амортизаторов. Да. У тридцаточных. Подлиннее шток, чем на альфах. Поэтому оставляем амортизаторы эти, а вот пружины. Сейчас сравним. А, пружины эти с тридцатки тоже, да? Просто красные? Нет. Ставим твои. А, эти, да, они меньше, наоборот. Да, это спортивные. Все, все понял, да? Значит, мы и ставим. Может, в Альфу сходи посмотри? Ну, в Альфу сходи посмотри. Ну. Короче, выяснили мы, что на тридцатках самые высокие пружины. Не от Альф, не вот эти вот спортивные. А спортивные тоже с тридцатки, да? Да. Не подходят. Колеса клевые, жене поставлю. Ну, погоди, погоди. Ответственный момент. Ну, здесь, здесь все четенько. Прямо здесь вот. А, она встанет. Ну, здесь расстояние хватает. Давай, сейчас поставим. Придется, надо будет залезть мне под машину еще. Что, опускаем? Да. Да нет, там вроде все нормально. Подожди, дай-ка я снутри посмотрю сразу. Так, ну, внутри у нас все пучком. Ничего нигде не задевает, все хорошо. Там, Вань, подогнули этот еще железячку. Ну, давай, опускаем. Блин. Вот два колеса нормальные, хорошие, а два колеса... Надо было спорить на колеса, короче. Не на бензин, а на колеса, да? Или на комплеты резины, или вот просто на заднюю резину. Давай. Оп. Ой, как родные. Все? Отпустил? Да, полный. Есть. Подожди. Ой, красотища. Так, ну-ка, ну-ка, садитесь вдвоем. Огонь. Погоди. На-ка, 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 на-ка. Да тут вообще нормально еще, блин, два пальца. Чего сломали, блин? Бампер сломай. Ну-ка, ну-ка. 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 Красота. Так. 40 литров Саня уже проспорил однозначно. Все, идем к передним колесам. Ну-ка, выше стало, нет? Выше. Выше? Да, выше. Ну-ка, на-ка. Отсюда. Так. Блин, красотища будет. Что там? Ну-ка, давай. Переди двадцать 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 четыре, да? Ну, давай, потом выкатим. Надо было сразу замерить. Ну, ладно, уже, что теперь? Ну, ладно, все, переходим на переднюю. А, ну, давай. Что? Что? Погоди, погоди, не долби. Хорошо. Вань, скажи, пожалуйста, а что мы с тобой, вот за все время, сколько я езжу, мы с тобой что поменяли впереди? Вот. Вообще ничего не меняли? Нет. А рейку почему мы поменяли? Застучало. А, застучало. А, по зиме помню. Да, зимой что-то. А, вода в пыльники попала, точно. Все, я помню, рыжее все было. Сайлентблоки еще родные. А, ну, линки. Линки, да. Линки мы меняли. Линки. Линки, втулки. Все стабильно, все стандартно. Ни стойки, ни привода. Как вот меня пугали, что если я буду ездить на неправильной резине, вот еще родные стоят. Привода. Да. Это не порванный, это вот он набрызгал ВДшки. То есть, получается, стойки прокачивались. Тоже родные стоят. Линки менялись. Да. И точно, я вспомнил, рейку мы меняли, застучало. И то застучало из-за того, что вода туда попала. Мои предположения. Все, все остальное на нестандартных колесах ездила и ездила. Пробег 500. Будем продолжать эту красоту ставить. Так, ну Вань, что у нас здесь? Передняя подвеска, все повеселее получилось, да? Хорошо. Короче, ступицы отличаются. Это у нас что? Альфа? Да. Альфа от тридцатки. Пришлось поменять суппорта. То есть, ступицы, диски, соответственно, суппорта, колодки. Колодок не было, купил. Потом стойки от Альфы. А линки подходят? Да. Рычагов от Альфы у нас не было. Это у нас рычаги подходят идентичные от Аурис. От Ауриса, потому что шаровые не встают. И датчики. Датчики АБС. В принципе, все, да? А, ну тяги наконечники. Тоже от Альфы. Рейка. 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 А, мы в прошлый раз еще от Альфы рейку поставили, да? Рейка от Альфы. Ну, все. Чуточку осталось совсем. А вообще, если честно, можно было сделать вообще все проще, да? Продаются переходники на ступицы. Да. Ну, как проще. То есть, там тоже двадцатка денег, по-моему, они стоят хорошие. Двадцать или двадцать пять. Я находил такие хорошие переходники по другую распальцовку. И можно было всем этим не заниматься. Ну, в принципе, если у тебя все в гараже вот это лежит, как у меня, то почему и нет? У тебя подвеска будет жёстче. Круче будет подвеска, да? Пожёстче. Пожёстче. Ну, так правильно, на тридцать пятых катках. Ну, в смысле, на двадцатом литье, на тридцать пятом профиле, конечно, будет пожёстче. Почти как на картинке, да, Ваня? Угу. И вот чуть-чуть достаёт. Но это тоже исправимо. Это всё мелочи. Уже завтра, но устраним. Но сегодня я уже прокачусь на ней. Заторчал мне Санька 80 литров бензина. Нигде ничего не цепляет, не шоркает. Сзади всё огонь. Ну-ка, в другую сторону, Вань. Давай. Не шоркает, не цепляет. Ништяк. Просто, короче, надо было развала выкрутить. Потому что там что-то Ваня накрутил с развалом. Огонец. Сейчас. Ну, огонь получилось, конечно. Сами, если честно, не до конца верил, что получится. Ну, что ты тяпкаешь, что? Ей тоже понравилось собаке. Круть. Ну что, маленько покатался. Едет. Мне нравится как. Прям говорят, как по рельсам. Только единственный момент есть. А колея на наших дорогах. Куда наберется, непонятно. И расход увеличился. 5,3 был. Стал 5,6. Сейчас вдруг на развал. Он не в курсе, что ему придется делать. Посмотрим, что скажет в этом поводе. Всем рекомендую. Знаю этого человека очень давно. Павел. Паша оказался занят. Уже, блин, 8 часов. У него уже народ. Запись. Придется машину оставить. Ну, пойду и расскажу ему, что делали. Что, 160 литров? Какие 160 литров? Жена твоя? Что это? Свидетель, 80. 80? Да. Сука! Ваня, козел! Ничего не жмет, не трет. Прикинь, вообще смотри, как четенько все стоит. Развал сделали. И все там даже до подкруйков не достает. Ну, огонь. Прям огонь. Что, тебе воткнем? Где двадцатки? Что, не влезет? А что это? Расход-то упал, нет? Друзья, ну, все встало. Развал сделали. Хотел показать, что ничего нигде не шоркает. Все работает отлично. Едет прекрасно. По крайней мере, по ровной дороге едет отлично. Там, где колея, колею, да, цепляет. Мне пару раз вопрос задали, что за колея. Те, кто в нашем регионе живут, они знают, что такое колея летом. Это когда на асфальте, как на... Как по сугробам. Как зимой по снегу. Такая колея только на асфальте. У нас часто так бывает. Ну, а где ровная дорога, просто лють, как тачка идет. Расход начал расти. Пять и восемь. Ну, это я скидывал. Где-то от шести до семи литров расход. Сейчас упавлю, чтобы не шумило. Едет машина прекрасно. Все спрашивали, что там жестко, не жестко. Нет, не жестко. Все отлично. Так. Выиграл 80 литров бензина, я в споре. Вообще, в принципе, конечно, я бы не заморачивался, если бы у меня не было на складе колес, и не было бы всей подвески. Ну, подвеска даже тут ни при чем. Можно было бы взять и проставки поставить. Подвеска на альфе такая же, как на тридцатке. Просто, что вот сверловка 5 на 114. На тридцатке 5 на... 100 на альфе 5 на 114. У кого-то, возможно, возникнет вопрос вообще, зачем этот видос, к чему. Ну, поставил, поставил колесами. Видос сам по себе зародился в тот момент, когда в очередной раз ко мне приехали клиенты и засыпали вопросами. А на какой резине нужно ездить? А какие колеса должны стоять? На каких режимах нужно ездить? На этом режиме? Или на этом? Или на этом? На каких можно режимах ездить? Как лучше для автомобиля? Сразу отвечу, я на этом режиме вообще не езжу, потому что машина тупо не едет на нем. На этом тоже включается, выключается постоянно бесполезная штука, постоянно приходится ее тыркать. В этом режиме расход повышенный, но она едет кайфовая тачка, поэтому я не парюсь в этом плане. Особый бензин тоже не экономлю, и эти вопросы, ну, они по большому счету, наверное, не ко мне. Я смотрю на тачку немного по-другому, я смотрю как на средства передвижения, и я езжу так, как мне нравится, так как я хочу ездить. Поэтому я и поставил колеса, которые мне захотелось поставить. Да, расход увеличился, да, она пожестче стала, само собой, но подвеска при этом не поменялась, она помягче, но только срезы в асфальте, где есть, вот там чувствуется, когда впираешься. Ну, при этом, при всем поеду я на Алтай, я обязательно поставлю меньшим радиусом, но профиль будет шире. Потому что я в прошлом году ездил на Алтай на широкой резине, мне понравилось. Не на широкой, а на высокой резине понравилось ехать. Поэтому поеду за город, поставлю другую резину. Я сторонник того, чтобы ездить и кайфоваться. Как охота, так и ездить. Охота тебе ездить и конючить вот на этом режиме, экономить 200-300 грамм. Ну, флаг в руки, барабан на шее. Хуже это для батарейки, лучше это для батарейки. Я даже не заморачивался. Это вон окей Google, и там можете всю эту информацию найти. Сейчас можете сказать, как? Вот вы специалист, да? Не заморачивался никогда. Я считаю так, что если есть эти кнопки на этой панельке, значит, можно их использовать. Даже нужно их использовать по одной простой причине. Вам комфортно так ездить? Ездите на чем угодно, на что угодно, на каких колесах удобно, на какой батарейке угодно. В общем, друзья, всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро будет очень интересное видео. Едем завтра в Китай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok